И какой-то процент от вашей зарплаты у вас капает на этот ваш инвестиционный счет, который у вас растет, растет, растет. Если вы имеете право, вы его постоянно попали. Таким образом, для вас, допустим, в большинстве срока, в конце, в конце какого-то премиадарного срока, накатите уже какую-то крупную сумму, чтобы затем все эти валюты универсировать ее либо в доллары, либо в евро, либо в какую-то еще валюту, которая вам нравится, которую я уже перечислила. Следующий момент, друзья, сейчас у нас такая гранта красивая, и я надеюсь, что интернет действительно выдержит. Это, кстати, хороший знак, такой значительный исполнение. Кстати, имеется в виду, друзья, что гража игроки и исполнение желаний им в том числе. Так вот, второй очень хороший вариант инвестирования – это недвижимость. Я лично обожаю недвижимость. Я всегда, кстати, говорю, что я тенет, поэтому меня всегда тенет в земле. Я очень люблю недвижимость, просто обожаю. Так я что же в Москве? Я же в Москве не смещаю. Я обожаю недвижимость, но, друзья, очень важно понимать, где эта недвижимость расположена. И все эти нюансы я также разъясняю на своем курсе «Миллионера». Но пока просто вам как такой намеку скажу, конечно же, в центральных городах следует инвестировать. В центральных городах, потому что в центральных городах очень идут в быстрый рост, особенно, конечно, в Москве. Если у вас есть возможность, инвестируйте в недвижимость в Москве, покупайте любые какие-то небольшие квартиры, ну, если есть возможность, большие квартиры в Москве, и они будут расти, расти и еще раз расти. Так что есть несколько вариантов таких вот долгосрочных консервативных инвестиций. Далее, вот с вами два варианта. А с вами третий вариант – долговременное страхование, накопительное страхование жизни. Это очень-очень важный аспект инвестиций, потому что вкладывая в себя, вкладывая в свое будущее, вы сами руку протягиваете себе, вы как бы пишете письмо самому себе в будущее. Вот поверьте мне, друзья, я сама участвую в страховых накопительных программах, я глажу себя по головке за то, что я такая умница, много лет назад я это сделала для себя, и я продолжаю это делать, потому что я знаю, что у меня спина прикрыта, у меня прикрыта страховая часть, да, и в итоге я получу деньги обратно в руки наличные для валюты. Следующий момент. Какие еще консервативы? Ну, сейчас мы все не можем раскрыть, это все на курсе «Миллионеров» открывается, который стартует у нас, по-моему, 17 сентября. Добро пожаловать, и те, кто хочет стать богатым, я вас приглашаю. Есть еще несколько моментов, да, такое консервативное страхование, это государственные облигации и, аж, аж, ну, конечно, еще золото. Это, друзья мои, консервативные инвестиции. Вот только тогда, когда вы накопите определенную часть консервативных инвестиций, вы можете тогда задумываться с агрессивных инвестиций, к которым относятся ваши акции, ваши вот эти, не хочу говорить, пирамиды, да, какие-то там форексы и прочее, то есть вы должны понимать, что такое агрессивность, разницу между консервативными инвестициями и агрессивными инвестициями. Вашу квартиру в центре Москвы у вас никто не отнимет, ну, только если вы, конечно, правильно путем купили, да, на крупно сбереженные денежки. Вашу квартиру в центре Москвы никто вас не отнимет, она все время будет вас кормить. Она будет вас кормить либо посредством жильцов, если вы будете сдавать ее в аренду, либо она вас будет кормить тем, чтобы пока она построится, ее продавится в 2-3 раза дороже. Ну что, чуть-чуть убавим. Ну, и, конечно, акции, естественно, получившиеся валюты, это относится, друзья, уже с кандидатами. Ах, ну да, по поводу инвестиций, вот я думаю, какие сделать инвестиции? Может быть, агрессивные? С вами я, Татьяна Салмановна Макту, Санкт-Петербург. Смотрю в прямом эфире видео. Прямой эфир Натальи Борисовны Правдиной по поводу учить финансовую грамотность. Ну и кофе, немножко такой дневной кофе со мной. Кофе на миллиард с Татьяной Салмановной Макту, Санкт-Петербург. Смотрим Наталью Борисовну Правдину, я ее загрузила уже, это видео. Вот, на мою страницу ВКонтакте, Татьяна Салмановна, через дефиц, Макту, Санкт-Петербург, через дефиц. Как вы поняли, эротическая уборочка сегодня отменяется. А может быть, она и будет, кто знает. Чуть позже. Возможно, она будет чуть позже, это уборка, эротик. Ах, ну да. Консервативные или агрессивные инвестиции? Агрессивные или консервативные инвестиции? Да. А вот в чем поправ. Консервативные инвестиции не могут приступать. Только когда это А, у вас есть безопасность, Б, у вас есть уже хороший вклад в какую-то вашу консервативную инвестицию, только потом вы можете приступать и к криптовалютам, и к акциям. Почему? Потому что у вас спина будет закрыта, дорогие мои. Чтобы не было вот этих звонков мне, когда люди рыдают, плачут, говорят, Наталья, помогите, дайте какую-то мантру, чтобы нам выйти из этой ямы, которую они сами себе вырали, находясь исключительно в сегменте агрессивных инвестиций. У меня есть такие люди, извините за мои эмоции, но меня просто переполняет чувство, чтобы взрослые люди, имеющие детей, вкладывают все свои деньги действительно в эти агрессивные виды инвестиций, не имея никакой финансовой грамотности и более того, заценивая в этом жизнь. Поэтому, если не пройдет на высоте миллионера, мы никогда не увидим, что это повезло, что это будет... Кстати, по поводу инвестиций, инвестировать правильно и с выгодой, Татьяна Салмановна обещала научить сам Варен Баффет. Так что вот, с вами я и моя программа, моя творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуде. Обратите внимание, я подкрасила корни волос вчера. Подкрасила корни волос. Читайте мои такие посты, успейте их прочитать, поскольку я скоро уже сниму с моей страницы ВКонтакте. А что я написала? Моя страница ВКонтакте, Татьяна Салмановна через дефис, Мактум Сайфуде через дефис, пишется на русском языке. Успейте прочитать. Сегодня, вы смотрите, посты за сегодня. Это такие штучки. Так что вот. Такие с сердечками. И там надпись. Специально для миллиардера Михаила Маратовича Фридмана. Спасибо. Спасибо. Спасибо.